Молчание, боль и скорь. В музее сожженных душ въезд на Назарскую дорогу, по которой в 2008 году десятки жителей Цхинвала спасались от войны, прошла траурная акция «Наша память светла, как слеза». Здесь, вокруг металлического дерева, стоят сожженные вместе с людьми грузинскими военными автомобили. Для десяток женщин, стариков и детей, которые спасались от пылающего города, дорога жизни стала дорогой смерти. Почтить память жертв войны здесь собрались десятки людей, родственники, жители республики, руководство Южной Осетии во главе с президентом. Гости, приехавшие на траурные мероприятия, в их числе лидеры братских республик. Гости, приехавшие на траурные мероприятия. Траурные мероприятия продолжились у здания парламента. На Гергиевской лестнице, где на развалинах здания парламента, через несколько лет после войны, Валерий Гергиев дал концерт реквием, прошла акция «Только бы не забыть». Около сотни фотографий погибших были выставлены на ступенях лестницы. Жители республики под звуки траурной музыки зажигали свечи. Прозвучали стихи о героях. Нынче вырвалось, будто из пренавесна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Писатель, главный редактор газеты «Хурзарин» Юрий Габараев особо подчеркнул подвиг остинских ребят, которые дали достойный отпор врагу, встав перед ним лицом к лицу. Мужество и героизм этих молодых ребят, которые в неравном бою защищали нашу родину, «Мы не вправе забывать». «Конненовь хирурвозин коддаид». «Вои шаги дар, хамы дайд сагдаг бедар». «Фалешал ма» «Ворисфсад артам не хирурвозин кэнн машид стэ». «Вои ма чара ба ги ристуэна, хусар, ристуна лап бутафи дар куна фалаву дайк куи фачаг минодддэ». «Вои шефсад хам кайф хирурвозин коддаид куи. Ви чиннал бодайд». «Глава государства призвал помнить и никогда не забывать тех, кто без раздумий отдал свою жизнь за родину. Тех, кто был расстрелян грузинскими фашистами. Зверство, которое совершает Грузия уже больше века». «Вспомнить тех, которые отдали свои жизни. Вспомнить тех, которые были расстреляны. И это не только 8 августа. Вспомнить все, что произошло до 8 августа. Вспомнить и не забывать Зарскую трагедию. Вспомнить и не забывать Эрецкую трагедию. Вспомнить и не забывать Цинагарскую трагедию. Вспомнить тех людей, которые, проезжая через анклавы, были убиты. Вспомнить российских миротворцев, которые первыми попали в жернова провокации со стороны руководства, фашистского руководства Грузии». Анатолий Бибилов подчеркнул, что геноцид Осетин продолжался до 8 августа 2008 года. Эта дата стала отправной точкой для признания суверенитета Южной Осетии. Он также отметил, что народ Южной Осетии, обреченный на очередное истребление, был спасен благодаря твердой позиции России. «И какой же цинизм должен быть, когда перед 7 августа, перед началом войны, обратиться к Российской Федерации, чтобы отозвали признание Южной Осетии и Абхазии. А теперь на секундочку представим, если бы к этим обращениям в 2008 году прислушивалась Россия, что бы с нами было? Где бы мы находились? Чем бы мы занимались? И сколько жертв принесла Грузия на алтарь фашизма, жизней наших граждан?» Президент Абхазии Астан Бжания считает, что августовские события 2008 года вновь показали непоколебимость духа осетинского народа и его решимость отстоять свободу родной земли. Он выразил благодарность руководству Российской Федерации за решение поддержать народу Южной Осетии и Абхазии в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие. «Мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли. Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности отчизне, вечная память воинам-освободителям. Сегодня наши страны свободно развиваются, однако мы не должны расслабляться. Все указывает на то, что Грузия до сих пор не оставила мыслей вернуть Южную Осетию и Абхазию. Об этом говорит и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписать с нами мирный договор. Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают двойнотехническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии». Исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Миняйлов в своем выступлении отметил, трагические события августа 2008 года – это страница истории всей Осетии, каждого человека. Сегодня наша общая задача состоит в том, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. «Тринадцать лет прошло с тех пор, как агрессор без объявления из-под тяжка нанес удар и начал расстреливать мирных жителей, которые мирно спали только за то, что они хотели жить свободно, трудиться свободно на своей земле. Этот акт не оправдать никакими целями. Мы с вами должны помнить это. Многие здесь стоящих, в том числе и я, эти события знаю не понаслышке. Должны помнить в своей жизни воспитывать наших младших так, чтобы они тоже помнили имена тех людей, которые погибли за свободу и независимость. Память жертв войны участники акции почтили минутой молчания. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Тамирлан Кусраев, Зарима Арсуева. Информационный выпуск сегодня.